Это можно попытаться сделать. Следующий вопрос. Ну, тут несколько вопросов. Один из них, наверное, последний, отвечу. Как могли жить люди на Фаэтоне? Там же очень холодно и, так сказать, недостаток дневного света. Ну, во-первых, Фаэтон не так далеко, так сказать, находится от Солнца. Это первое. И, во-вторых, когда планета имеет атмосферу и так далее, и температура планеты зависит даже не столько от светила, сколько от наклона оси. Вот оси планеты светила. Очень большое влияние имеет на температуру режима планеты. Поэтому я не думаю, я не изучал детали, потому что планета уже давно погибла. Но думаю, что жизнь, возможно, даже на Марсе и другие планеты тоже есть жизнь. Находят даже сейчас, хотя Марс уже потерял атмосферу, все равно остатки жизни читали, наверное, да, что на Марсе обнаружена жизнь и так далее, и так далее. Микроскопическая, конечно, жизнь. Поэтому, так сказать, нельзя проецировать те понятия, которые мы знаем, не вылазить с нашей планеты, пока еще никто даже, кроме как до Луны, никто не долетал. И то, что долетели, тоже знаете, что Луна — искусственно созданный объект, который был создан и притащен сюда, с другого места. И так далее, и так далее. Поэтому в Фаэтон, когда была планета, была достаточно атмосферы, которая удерживала тепло, плюс я не знаю точно, какой был угол наклона оси, так сказать, планеты Фаэтон к Солнцу. То, думаю, если там люди живут, то было достаточно тепло, чтобы жизнь была обеспечена. Поэтому, так сказать, думаю, никаких проблем нет. Просто наши понятия нужно учитывать. Понимаете, допустим, на Меркурий, который ближе всего находится к Солнцу, из-за отсутствия атмосферы, к примеру, ночью температура опускается, я не помню, минус 200 с лишним градусов. Видите? Хотя он очень близко к Солнцу. А в день разыграется до плюс 600. Видите, отсутствие атмосферы как влияет? Имеет значение наличие атмосферы, состав атмосферы и так далее. Поэтому не только от близости к светилу, зависит наличие температуры на поверхности. А можно восстановить атмосферу Марса? Марса, не знаю, я такой мысли не задавался. А зачем? Зачем? Там все равно цивилизации нет. Скажите, как лифт-фероиды влияют на нашу цивилизацию? Как, как, кто? Этилуиды на нашу цивилизацию, как мы являемся. Рептилии, рептилии. Рептилии? Да, рептилии. А что вы это прозвиваете? Мы ящеры. А вы их где-то видели? Ну, я читала. Ну, понимаете, дело в том, что... Что существует... Понимаете, люди иногда интерпретацию своих книг дают не совсем правильную. Потому что если в тело человека может зайти сущность рептилоида, а это, так сказать, на Земле в свое время жили динозавры, которые называли динозавры Питеки, которые, как вы, рептилоиды тоже относятся. Они вымерли давным-давно, и они находятся на других планах Земли. Но то, того влияния, которое пишут о, так сказать, элитерологии, технической литературе, я частично читал, это абсурд, с моей точки зрения. Потому что, по крайней мере, то, что я читал, это просто люди принимают информацию, не зная откуда и кто, и чего. Продолжение следует...